Для подготовки этого доклада я использовал материалы из интернета, открытый материал и сайт партии «Единая Россия». Чем больше я изучал деятельность этой партии, созданной Путиным и возглавляемой Медведевым, тем больше меня охватывало чувство омерзения и самое главное ужаса от содеянного этой партии власти, партии оккупационной власти. Начну с того, что у партии «Единая Россия» нет программы. Вернее, она есть и регулярно пишется в заокеанскими хозяевами, в заокеанских институтах, но в документах партии не прописано. В документах партии прописана предвыборная программа на выборах в Думу 7-го созыва и предвыборная программа на выборах президента. То есть это набор обещалок для электората. Лидеры партии во главе с премьер-министром Медведевым озвучили предвыборную программу, которая полна общих слов и выражений о выходе из кримиса, импортозамещении, а также призывах к патриотизму и любви к Родине. Теперь вернемся к делам партии, поскольку они же нас призывают, чтобы мы верили делам, а не словам. Реформы, проводимые сейчас правительством под руководством лидера партии Единой России Медведева. Коротко буду говорить, и я прошу не судить строго, потому что, в общем-то, из доклада мне пришлось распечатать буквально только пятую часть, то есть сократить почти в пять раз доклад. И конечный, так сказать, я вариант еще даже не прочитывал для себя. Реформа Академии наук привела к ее уничтожению. Увольняют сейчас, вот на сегодняшний день, увольняют оставшихся ученых. Значит, все претензии предъявляются к министру образования Ливанову, а не к лидеру Единой России Медведеву. Как будто Ливанов, значит, там придумывает какие-то реформы, а они не приходят указивки из-за океана по разгрому науки, разгрому Академии наук и так далее. Вот что говорит о реформе образования в целом доцент МГИМО Ольга Николаевна Тверихова. Чем больше мы начинаем узнавать о том, как происходит наша так называемая реформа образования, тем больше складывается картина, что проект этот готовился очень давно, разрабатывался очень детально, причем и стратегический, и тактический. И не случайно многое из того, что происходит сегодня, заимствовано из немецкого плана после, обширного проекта, который в том числе и касался и системы образования. Мы знаем прекрасно, что американская разведка использовала те наработки, которые были у немецкой разведки, работавшие на Восточном фронте. Поэтому многое из того, что сегодня реализуется, очень напоминает как раз детали этого плана. Но тут добавить что-либо невозможно. На фоне предвыборных обещаний об импортозамещении и превращении России в аграрную сверхдержаву идет уничтожение главного научного и сельскохозяйственного центра. Сегодня. Сельхозакадемия имени Тимирязя. Пищевая промышленность на 70% принадлежит иностранному компанию. Сетевые магазины заполнены пищевыми суррогатами. Вот маленький пример, только 60% сыра и масла в России признали подделкой. Таковы данные Союза потребителей Росконтроль. Сельхозпроизводство и пищевая промышленность сегодня это подотрасли химической промышленности. Сегодня обеспечение внутреннего рынка страны качественными и доступными для населения продовольствием и существенное усиление позиции России на мировых рынках это только первый, хотя и очень важный шаг в будущее. Пишут обещалки единороссов. Когда единороссы говорят о усилении на мировых рынках и конкурентноспособности, это всегда означает, что все будет, все произведенное что-либо будет продаваться за рубеж. Ничего внутри потребляться не будет. Показательный пример. Путин на фоне отказа Евросоюза от закупок газа у Газпрома спросил, вы чем там топить собираетесь, дровами что ли? Тем временем в России в половине сельских поселений отопление печное, дровами и углем. Причем это не только в труднодоступных местах, а буквально в 100-200 километрах от Москвы начинается. При этом выделенная электрическая мощность на дом составляет 3,5 киловатта. Подъездных дорог в деревнях нет, ну впрочем в России в целом дорог нет, есть отдельные асфальтированные участки. Дорога это сложное инженерное сооружение, где асфальт занимает вообще последнее место. У нас научились пласть только асфальт, а дороги у нас так и не научились строить. Да, мы занимаем по качеству дорожного строительства 164 место из 190 возборок. Сельский труженик, фермер, житель малого города или поселка, сельский интеллигент – это основа нашего народа, нашей государственности, пишут единороссы в своей предвыборной программе. Именно поэтому основа нашей государственности подвергается уничтожению, иными словами геноциду. Проведена реформа здравоохранения, итогом которой явилось 130 место в мире по доступности медуслуг из 190 возможных. СССР имел шестое место. Самый мягкий отзыв о реформах, проводимых правительством под руководством лидера партии «Единая Россия» и с помощью законодательных инициатив «Единой России», содержится в докладе со специальной комиссией счетной палаты Российской Федерации, подготовленной весной 2015 года. Стартовавшая в январе 2015 года реформа здравоохранения в России была признана правальной. Она не только не улучшила качество оказываемых населению медицинских услуг, но сделала их для населения менее доступными. Это из доклада. Из предвыборной программы «Единой России» читаем совершенно обратное. Стратегический президентский курс в сфере здравоохранения, его осуществление обеспечило поступательное развитие российской медицины, повышение ее качества и доступности. Вот таким враньем «Единая Россия» привлекает электорат голосовать в свою пользу. Предусмотренная реформой оптимизации уже в 2014 году привела к сокращению медицинского персонала на 90 тысяч человек. 90 тысяч, обращаю внимание. Что при росте числа потребителей услуг ухудшило качество оказываемой медицинской помощи и значительному на 24% росту объема платных услуг. Было сокращено 33 757 больничных коллег. Закрыто 29 больниц. При этом смертность в больницах в целом по стране выросла на 2,6%. А в 49 регионах, в которых имело место снижение числа госпитализированных пациентов, на 3,7%. Несмотря на эти выводы, сделанные аудиторами, оптимизация здравоохранения России продолжается. В феврале 2015 года без работы остались уже более 8 тысяч медиков. В 2015 году подлежали репредации 41 больница. А за 4 года до 2017 года общее число больниц планируется сократить на 77%. Поликлиник на 7%. В Минздраве с претензиями счетной палаты, правда, не согласились. И заявили, что положительные результаты реформы уже ощущаются в нескольких регионах России, которые они не назвали. Уже в начале ноября 2014 года в различных регионах России начались массовые протесты, вызванные сокращением финансирования медицины и увольнением десятков тысяч медицинских работников. Первые митинги прошли в Москве. В течение месяца на акции протеста вышли медики Санкт-Петербурга, Ржева, Моздока, Ульяновска, Ижевска, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Омска, Иркутска, Владивосток. На митингах выдвигались требования остановить псевдореформу, обеспечить медработникам достойную оплату, покончить с сокращениями. Наиболее активные врачи несли самодельные плакаты «Пойдем сдохнем, лечитесь кошками, Путин в виде войска здравоохранения». Выступая 22 сентября 2015 года в Государственной Думе, академик Российской академии наук Кашин констатировал, что в результате реформ примерно 48% на здравоохранение осуществляется за счет населения. Происходит массовое закрытие лечебных учреждений и сокращение врачей. При этом, по данным на конец 2015 года, практикующих врачей в России оказалось на 22% меньше, чем необходимо по штатным нормативам. А дефицит коек в стационарах составил 23%. Доступность медпомощи для россиян снизилась по ряду факторов. Так, проводя реформу здравоохранения, Единая Россия, ее лидер, руководитель оккупационного правительства «Медведев», основатель партии Путин, товарищ Путин, последовательно осуществляли политику геноцида народов России. Вот данные из независимого доклада о доступности медицинской помощи для бедных и представителей других уязвимых групп России. Количество людей, испытывающих систематические затруднения в получении медицинской помощи, очень велико, пишут они. Примерно до 70%. То есть 70% населения России испытывают трудности в получении медицинской помощи. Зато у «Единой России» все шоколадно. Замечу, что 70% – это большинство населения, в интересах которого, согласно уставу, действует партия «Единая Россия». И по данным соцопросов, и эти же люди поддерживают политику Путина и партии «Единая Россия». Далее из доклада. Эта ситуация осложняется специальными проблемами, вытекающими из ошибочных, а я бы сказал, из преступных, законодательных решений, неверных, опять-таки преступных, действий правительства, а также систематическим нарушением Конституции России и законов страны, исполнительными органами, столицей и в регионах. Это из доклада независимых экспертов. Заполеваемость многонационального народа России с 90-го года по 2013-й год увеличилась на 51%. О победах Путина и партии «Акционные власти» в цифрах. Образование. Численность школ в России на 91-й год составляла почти 70 тысяч школ. В 2000-м году, когда пришел Путин, их было 68 тысяч 100. В 2015-м году школ осталось 44 тысяч 100. О чем свидетельствуют эти цифры? Я сейчас цитирую тоже, так сказать, данные из интернета. О том, что Россия от СССР по наследству достались почти 70 тысяч школ. О том, что даже в голодные времена при Ельцине закрыли всего 1600 школ. О том, что при взлете экономики при Путине количество школ сократилось на 25 тысяч 600. Что примечательно из общего числа? 19 тысяч 300 школ, а это 80% закрыли в деревнях и селах. Здравоохранение. Численность больниц в России на 90-й год – 2800. В 2000-й год приход Путина – 10700. В 2013-й год – 5900 больниц. В 2015-й год – 4400 больниц. Напоминаю, в 90-й год – 2800. В 2015-й год – 4400. Получается, что при Ельцине закрыли всего 2100 больниц. При Путине число больниц больше, чем в два раза и продолжает уменьшаться. Численность поликлиник в России на 90-й год – 21500. В 2000-й год – 21300. В 2013-й год – 16500. В 2015-м году смертность в стационарах России выросла на 37%. Количество больничных коек сократилось на 35 тысяч, а в 2014-м году – на 50 тысяч. Только в Москве сократили порядка 20% общего коечного оформления. Больше 17 тысяч населенных пунктов в России не имеют медицинской инфраструктуры. Частство медицинских работников России только за 2014-й год уменьшилось на 90 тысяч. Более 20 тысяч населенных пунктов вообще исчезли с карты России. Это отчет о деятельности «Единой России». А вот как описывают историки геноцид фашистами славянских народов на территории Белоруссии. К лету 1944 года в Белоруссии враг уничтожил тысячи учреждений образования, охраны, здоровья, науки и культуры, в том числе 8 825 школ, академию наук БССР, 219 библиотек, 5 425 музеев, театров, клубов, 2187 больниц и амбулаторий, 2651 детское учреждение. Таким образом, людоедский план истребления миллионов людей и уничтожения всего материального и духовного потенциала завоеванных славянских государств, каковым на деле явился генеральный план БОСТ, осуществлялся нацистами последовательно упорно. Из приведенного описания зверств нацистов видно, что они просто щенки по сравнению с единороссами. Я говорю сейчас не только о депутатах Государственной Думы, я говорю о всех членах этой партии. Все члены партии «Единая Россия» по всем международным меркам преступники. Маргарита Симонян, российский журналист, главный редактор телеканала РТ и Международного информационного агентства «Россия сегодня», член Общественной Палаты Российской Федерации третьего состава, прямая речь. Но вы же понимаете, что на любых свободных выборах у нас в России победят фашисты, которые нас с вами с удовольствием повесят. Фашисты в ее понимании – это суть русские националисты, то есть мы с вами. Первое, что следует из высказывания главного редактора независимого телеканала, что свободные выборы, гарантированные Конституцией в России, не предусмотрены. Спрашивается, кто фашисты. Далее по цифрам. Сельское хозяйство. Численность сельского населения на 90-й год – 39 миллионов, на 2013-й год – 37 миллионов, 230 тысяч человек. При Ельцине прирост на 540 тысяч, а при Путине – убыль на 2 миллиона 200 тысяч человек. При этом никакого прорыва в индустриализации России не наблюдается. Люди бросают свои дома и едут в город работать за копейки. По банальной причине. В деревнях и селах просто уничтожено, вырвано с корнем инфраструктура. В деревнях нет школ, детских садов, больниц, поликлиник. Люди просто вынуждены бежать в город. Для чего это делается, спрашиваете вы? А для того, чтобы заселить опустевшие российские деревни трудолюбивыми китайцами, северными, корейцами и японцами. Для чего в Думе подготовлен специальный закон о территориях отряжающего развития. Экономическое чудо. Ну, убили сельское хозяйство, медицину, образование. Все ради чего? Ради индустриализации России? А нет. Российская экономика – это экономика одного трамвая и четырех траглебусов в месяц. В России за месяц производится чуть больше 200 металлорежущих станков и 200 плугов. Вся промышленность России в год – это одно пальто на 140 человек, одна пара трикотажных носков в колготах на одного человека, одно платье на 20 женщин – это в год, одна пара брюк на 12 человек, одна деревянная кровать на 100 человек. По самым простым меркам это называется деиндустриализация. Это и есть итоги деятельности «Единой России». Может, благосостояние россиян выросло? Данные Федеральной службы государственной статистики за 2014 год не особенно радуют. В крайней нищете находится 13,4% с доходами ниже 4900 рублей. В крайней нищете существует 27,8% с доходами от 4900 рублей до 7400 рублей. В бедности перебиваются 38,8% с доходами от 7400 рублей до 17000 рублей. В высшей бедности проживают 10,9% с доходами от 17 до 25 тысяч. По среднему достатку живут 7,3% с доходами от 25-50 тысяч. К состоятельным относятся 1,1% они получают от 50 и выше. И только 0,7% богатых имеют доход свыше 75 тысяч рублей в месяц. Иными словами, 90,9% населения с переменным успехом балансируют на грани нищеты. А средняя зарплата по России 30 тысяч рублей, если видать Путину. То есть в среднем все живут с хорошим доставком, счастливы и без забот. Перечислю некоторые методы из генерального плана ПОСТ. Первое. Физическое истребление больших масс народа идет полным ходом. Второе. Сокращение населения путем преднамеренной организации ворона. Контрсанкции, благодаря которым цены на продукты, питание взлетели на космические по отношению к доходам уровень. Контрсанкции не коснулись бриллиантов, золотых украшений, дорогих авто, супердорогих отделочных материалов, авторучек и мобильников стоимостью миллиона рублей, шуб, дизайнерской одежды, мебели, светильников и других предметов роскоши. Второе. Уменьшение населения в результате организованного снижения рождаемости и ликвидации медицинского и санитарного обслуживания. Это план ПОСТ. Достигнуто. Четвертое. Истребление интеллигенции, носителей и продолжателей научно-технических знаний и навыков, культурных традиций каждого народа и низведения образования до низшего уровня. Достигнуто. Разобщение дроблением отдельных народов на мелкие этнические группы. Достигнуто. Переселение населения в Сибирь, Африку, Южную Америку и другие районы земли. Сегодня это переселение из регионов России в Москву и Московскую область, так называемую Московскую абонирацию. Агроризация захваченных славянских территорий и лишение славянских народов собственной промышленности. Достигнуто. Последнее. Антисемитизм в Перми. Не мог на этом не остановиться. Как вы знаете, Единоросс и губернатор Пермского края Басарген передал бесплатно еврейским фашистам и финансово-религиозной корпорации Хаббат Любавич землю под строительство синагоги и благотворительного центра. Русским людям в Перми было отказано в предоставлении земли для организации русского культурного центра. Почему протесты против хаббатников в России называются антисемитизмом, а регулярные протесты в Израиле против хаббатников антисемитизмом не являются? Почему глава ультранационалистической еврейской организации Хаббат Любавич Берлазар, гражданин США, называет себя главным раллином России, а не главным раллином в России? Кто финансирует Хаббат и на чьи деньги они устраивают благотворительность? Почему у единороссов и товарища Путина такая любовь к хаббатам? На эти вопросы мы ответим в развернутых статьях на сайте РНР или в видеоматериалах, которые мы в ближайшее время будем публиковать. То, что не помещается в отведенное мне время для доклада и будет размещено на сайте. Переселение народов России в московскую агломерацию. Сейчас реализуется создание самого большого в мире мегаполиса с численностью населения к 30-му году 40 миллионов человек. При том, что Россия пока остается самым большим по территории государства. Миграционная политика, замещающая миграции из Азии, продовольственная безопасность, отсутствие собственного семенного входа и производства сельхозтехники, обороноспособность, война с ИГИЛ, война на Донбассе, репрессии, санкции и контрсанкции, Крым наш, проект мирового правительства, экология, вода, чернозел. Мне все. Спасибо.